Так вот, этот рассказ будет часть вторая о янтарной комнате. В этом рассказе я расскажу, что где находится та часть, которую фрицы утащили и спрятали. Так вот, во времена с середины 30-х до середины 40-х янтарную комнату вывозили и спрятали. То есть половина осталась, даже не половина, а почти одна треть осталась на Савдеповской стороне, который раньше был Советским Союзом назывался, до того, как он развалился. А дальше, говорю, часть фрицы утащили в Европу. То есть там, где страны Балтики, там уже свой янтар где-то добывают, но янтарной комнаты там нет. Вот эти части фрицы утащили, и она находится в 8 странах. Где-то около одной трети того, что им удалось вывезти, они спрятали в Норвегии. Хотя совсем к ним больше никакого отношения не имела эта территория, но вот та часть людей, которые поругались с теми, это был тоже крупный скандал, с теми частью, кто на стороне фрицев хотели утащить сокровища янтарной комнаты, те, кто хотел представить себе, и вот эта маленькая часть они спрятали в Норвегии. То есть им удалось спрятать много по стоимости, не столько, сколько по количеству. То есть у них более ценные вещи там спрятаны. Там вот город, который у них, я так, насколько слышала, это их столица с очень смешным названием. Так вот, там есть озеро, довольно красивое. Я видела вот на страницах солиста из моей любимой группы Деми Бюргер, вот у них там и есть красивая фотография. Это одна из лучших фотографий того города, который я вообще видела на интернете. Так вот, там есть озеро. И вот это вот озеро у них, и там есть, кстати, вид, где фрицы закрытывали информацию и хотели спрятать. И у них панорама города, и там есть, четко показывают, это именно озеро. Где озеро, там есть направление, показано, некоторые столики, там есть показано направление туда, где они спрятали, потому что оно не в столице, не под городом. То есть там, если смотришь на озеро, там есть направление. Но подробное описание, это только в этих картах, которые они оставили. Но карты находятся на территории Германии. А золото, вот это вот, вместе с янтарем, оно вывезено и спрятано в Норвегии. То есть там было золото очень высокой пробы, очень качественное. И то, что есть золото, которое сдается в ювелирные магазины, в нем одна часть. Это очень, как бы сказать, низкопробное золото. А есть качественное, которое идет для расчетных монет, для валюты, которые используются не для людей, а это используются для расчета между государствами. Вот такого качества золота. Это раньше принадлежало королям, царям, вот это. И из этого золота делались украшения. Но они даже не сколько были украшениями, сколько они, потому что это слишком тяжело было бы носить. Это как делалось головной упор, очень красивая штука. Но ее можно было носить максимум полчаса, потому что эта вещь очень тяжелая. Так вот, вот такие вещи, их всего, по-моему, 4 штуки. Они были спрятаны, это большой ящик деревянный. Но кроме того, что есть деревянный, на нем еще есть свинцовая обкладка. Потому что свинец гасит радиацию. И также, потому что радиацию уже тогда знали, действия радиации. А кроме того, еще гасить металлоискатели не могут пробиться, потому что они знают свинец. А они не знают о драгоценных металлах. То есть свинец это гасит. Но кроме свинца есть другие материалы. Это уже известно, это даже в советских учебниках по физике печатали. Вот. И есть материалы, которые гасят излучение. И которые металлоискатель не покажет, что там находится золото. Потому что то, что янтарь, янтарем эти вещи были украшены. И в янтарной комнате они находились только из-за того, что из-за присутствия янтаря. Поскольку, как вся часть, все, что с янтарем было, суммано в янтарной комнате. Это была коллекция, посвященная именно янтарю. Вот. А то, что оно было в обкладке из золота. И золото представляло собой большую стоимость, чем работа того ювелира-мастера. Это уже другое дело. Это вот четыре роскошных вещи. Комплект из четырех штук в одном ящике. Это находится в Норвегии. Вот. А дальше, то, что на стороне Румынии, ну, спрятаны такие вещи, которые это были, больше, можно сказать, относились к мебели. То есть, ну, там был столик, вот это красиво. Мне больше всего нравилось, когда я видела эти очень-то древние изображения, древние фотографии, там древние рисуночки были. Вот. А там есть изображение столик. Вот. Ну, очень красиво. У меня была, естественно, ручная работа. Очень красиво было то, что янтарь имел разные оттенки, ими была выложена картина. То есть, там была панорама какого-то европейского города. Это не столица ни одного из стран, но просто красивый город. Вот. И просто разным цветным янтарем, разными оттеночками была выложена панорама. Вот. И вот это находится в Румынии. Дальше, что находится на территории Германии, они сейчас уже это все попрятали, это по частным коллекциям. Вот. А дальше они вывозили то, что есть еще в Европе, это несколько других стран, есть еще четыре страны, где они попрятали. Вот. А дальше есть еще то, что им удалось вытащить в Африканский, на Черный континент, как называется. Вот. Там еще спрятано есть. Тоже часть санитарной комнаты фрицам удалось спрятать даже там. Вот. А что там красиво, потому что часть коллекции принадлежала тем, кто жил в арабских странах и были богатыми, сильными личностями, очень известными. Они арабы. Но они с фрицами были в каком-то части заодно. И из-за того, что в арабском континенте жили, им быстрее доехать, они в африканском континенте спрятали. И там вот эти сокровища, то, что принадлежало мне больше всего, кстати, именно это больше всего интересно из этой части янтарной комнаты, то, что янтарь прежде всего себе накапливает негативную энергетику. На янтаре находятся многие проклятия. И с янтарем, когда украшение, если черная магия, если на него наложено проклятие, то никакие даже годами его боя не снять. То есть есть янтарные бусы, они сейчас... Была она ведьма в Средневековье. Она была наполовину цыганка, наполовину норвежка. И она выделила черной магии в большом совершенстве. И она сделала несколько бус, потому что были священники, которые убили ее единственную дочь, она была единственным ребенком ведьмы. И она решила отомстить. То есть тем, кто похож на ее дочь, эти бусы кому достанутся, им проклятие на весь род, все в следующее поколение достается. Так вот, и янтарные бусики гуляют по Европе до сих пор. И тем, кто даже их уже закапывали. Но и от них невозможно отделаться. Проклятие в чем? То, что у них получается так называемый веночек безбрачия. Вот. Эта ведьма им подарок оставила отомстить, чтобы ее дочку убили, ну и другие, значит, безбрачные останутся. Это янтарные бусы. И часть тех, кто вот этой ведьмы закупал, потому что она была ювелиром, она содержала ювелирную фабрику, она была профессионалом высокого качества, она была крупным профессионалом. Вот. И некоторые из этих вещей находились в ентарной комнате, из-за чего, собственно, она и была разрушена. Так вот. Кроме того, что есть те, кто взял это на африканский континент, там именно часть того, что кроме бус, она сделала еще украшение для головы. И вот эти вещи находятся там на африканском континенте, но на них, на этих янтарных вещах, особое проклятие, которое очень трудно снять, потому что снимает только тот, кто имеет или такой же уровень силы, посвящения по черной магии, или те, кто выше уровнем. Вот. А таких единицы. И вот эти вот сокровища, которые там вывозили части, которые, вот там, где столик стоял, когда это была одна из восьми комнат, когда янтарная комната, вся эта экспозиция была, их было восемь комнат, это был как комплексный зал. Вот. А там был вот этот столик, и рядом с ним была как картина, или панно можно назвать, она была картина, которая имеет с собой объем, то есть фигурки, есть просто рельефные бывают, есть полоскосной рельеф, а есть фигурка, которую можно было отодвинуть, и к ней можно было перекрепить на стене, на картине, то есть они перемещаются, как объемная мозаика. Вот так это было сделано, и это был янтарный просто шедевр произведения искусства. Вот. То есть там были фигурки, изображения животных, это сделаны арабы, потому что, согласно законам ислама, то там нельзя делать изображение людей. Есть там такое правило, я слышала о нем, я не знаю, насколько это правда или нет, но есть такое, что запрет на изображение людей. Вот. И поэтому были фигурки сделаны, фигурки животных. То есть там рассказывалась, это была легенда о том, какие бывают сорта грехов, и вот об этой легенде, о сорта грехов, была картина. О ней я расскажу потом подробнее. Эта картина была сделана из янтаря, и вот это оно спрятано было, сначала оно было в янтарной комнате, потом фрицы это вывезли, и одна из их частей, людей этих, они вывезли и спрятали это в африканском континенте. Вот такая красивая вещь, но она большая. Я говорю, какой размер этой картины, это было где-то метров, я так думаю, 4 на 8, вот такая, ну может быть 4 на 9 даже большая. Вот такая вот вещь. Это несколько тонн навесила, эти фигурки, которые можно было переставлять. То есть тот, кто называл себя учителем, посвященным, он должен был показывать на примере этих фигурок, то есть какое они имеют отношение одна к другому. Но там были звери, которые как бы изображали людей и изображали грехи. Вот это такая фигура. А в этой картине я расскажу подробнее, потому что она имеет большой интерес. А то, что янтарная комната, то, что главные вещи они спрятали в Норвегии, но там больше живет то, что черная магия, и те, кто был поклонниками, это была секта сатанистов, которая была трансформирована еще во времена Средневековья, и еще из тех времен сохранялась. И там есть янтарные изделия, которые привозили из стран Балтики, хотя эта дорога на север была очень далеко. Но именно в Норвегии собралось очень много вот этих вот янтарных изделий, которые имеют с собой негативную энергетику. И поэтому они спрятали, и фрицы, кто знал об этом, они постарались избавиться, и поэтому то, что они утащили, они сказали, что при кармане есть эти сокровища янтарной комнаты, а когда они узнали, что на них очень много негатива, те, кто в это поверил, у них были некоторые шансы проверить, они проверили на собственной шкуре, и они, конечно, постарались от этого избавиться. И то, от чего они захотели избавиться, сейчас находится в Норвегии. Об этом все.